Есть у украинцев традиция, можно уже сказать, ритуал. Первое. Сбрасываем кремлевских посипак во власти. Второе. Выбираем проукраинское правительство. Третье. Пожираем проукраинское правительство. Четвертое. Получаем кремлевских посипак во власти. Круг замыкается. Очевидная вещь. Банальная настолько, что неудобно об этом говорить. Но есть один нюанс, если присмотреться поближе. Давайте возьмем небольшое увеличительное стекло. Мой дедушка называл такую штуку лупой. И сквозь эту лупу присмотримся. А как же устроен механизм, из раза в раз разрушающий достижения Майдана? А в лупу мы видим паразитов. Плодожорок, для которых и сам Майдан, и его достижение – пища. Вот они ползают по Майдану. А иногда даже призывают на Майдан. Вот они брызжут патриотизмом, негодованием против проклятой пророссийской власти. Вот пишут памфлеты, призывы «Давай-давай». И люди дают. Выходят, добиваются, гибнут под пулями. Майдан побеждает. Вот они уже в постмайданный период брызжут патриотизмом, негодованием уже против проукраинской власти. Вот пишут памфлеты, призывы, давай-давай. И люди дают, идут и голосуют за какого-нибудь Зелюковича, у которого разве что татуировки триколора на лбу не хватает. Выглядит странно, но если смотреть через лупу, то странности приобретают смысл. Вот в день гибели людей 18 февраля 2014 года плодожорка по имени Мустафа оказывается в Москве, что особенно показательно, учитывая историю коллаборационизма в этой семье. А вот плодожорка Тегнебог, годами изображавшей украинцев пещерными антисемитами, стоит в очереди в кассу регионалов. Что особенно интересно, учитывая, что антисемитизм этой плодожорки включается и выключается строго по заказу. А вот плодожорка Белецкий, выходивший позавчера требовать отмену регистрации российского пропагандиста Шария, с этим самым Шарием кооперируется в преследовании проукраинской власти. Вот это и есть механизм разрушения достижений Майдана. Когда сначала плодожорки встраиваются в Майдан, становятся его частью, становятся своими, а потом уже в статусе своих начинают пожирать достижения Майдана. И делают это тем успешнее, чем их больше. А их у нас сейчас легион. Заказухи было много. Заказуха была нажористая. Расплодились. И вот мы видели уже буквально позавчера на Майдане и сегодня под КСУ, как они начали свою работу в третий раз. Встроились в протесты. Как и осенью 2013-го, начали внутренние провокации. Тогда это выглядело лозунгом «Майдан без политиков». Сейчас, имея за спиной Авакова, они уже нападают. Третий круг стартовал. И вот что я скажу, если плодожоркам удастся снова закрепиться, как неотъемлемой части протестов, они снова пожрут достижения. Снова останемся на бабах. Собственно, их для этого и раскармливают, чтобы Майдан сходил на пшик. Чтобы мы из раза в раз получали своего Зелюковича. Чтобы вновь и вновь падали в московские болота. Выход 1. Инсект-контроль. Фильтровать паразитов. Гнать, невзирая на вопли, что вы раскалываете протест. Потому что оставить паразитов, остаться без плодов. А отличить плодожорок от людей просто. Берем лупу и смотрим. Есть вклад в поражение проукраинской власти? Есть. Значит, плодожорка. Когда позавчера митинг на Майдане против Клюева и Шария проходил на фоне плаката с обвинениями против Порошенко, а время от времени группы молодых начинали орать, кто убил Катю Гонзюк, я надеялся, что это случайность. Когда сегодня во время митинга под КС об отмене люстрационного закона ораторы от свободы основную критику направили против Порошенко, Порубия и Турчинова, я больше так не думаю. Тем более, когда на один день и чуть ли не на одно время назначаются несколько протестных мероприятий. Похоже, ФСБшники сделали выводы после Майдана и четко работают на распыление и дискредитацию протестного движения. Я не знаю, кто из свободовских и других подобных партий главарей является кремлевскими агентами, но не сомневаюсь, кем это все направляется. Продолжение следует...